Госсоветник президента Вячеслав Гобозов и начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов на брифинге в агентстве «Спутник» обсудили заявление грузинского премьер-министра Ираклия Горобешвили на сессии Госассамблеи ООН об оккупации 20% территории Грузии. Спикеры отметили, что акцентируясь на антироссийских высказываниях, многие зарабатывают политические баллы, что, по их мнению, является не более чем актерской игрой. Вячеслав Гобозов выразил свою позицию по поводу заявлений грузинского премьера. «Обращение Горобешвили к Астинам и Абхазам было направлено на самом-то деле на всех, кроме Астин и Абхазов. Поэтому для того, чтобы не потерять электорат внутри Грузии, Горобешвили пришлось сделать вот такое жесткое антироссийское заявление, что дорогие Абхазы и Южные Осетины, Россия наш общий враг, давайте, так сказать, мы без нее будем решать свои проблемы. Мы прекрасно знаем, как без России Грузия может решать проблемы с Астинами и Абхазами. Поэтому его заявления на Генеральной Ассамблею носили очень четкий и внутригрузинский аспект. И еще раз подтверждает, что, несмотря на иллюзии в определенных российских политологических и политических кругах о оттепели российско-грузинских отношениях, о улучшении отношений с Грузией, они должны понимать одну вещь. Антироссийские тенденции в грузинском общественном мнении – это реальность, которую очень четко учитывают грузинские мечтатели. Юрий Вазаков, в свою очередь, поддержал мнение Вячеслава Губозова, дополнив его тем, что Грузия стала заложником выборного пути развития, запутавшись в потугах грузинских политических элит, пытающихся решить свои внутренние проблемы с помощью внешних игроков. За единым национальным движением, то есть сторонниками Михаила Саакашвили и рядом других оппозиционных партий стоят вполне реальные игроки, достаточно жестко антироссийско настроенные на Западе, в Европе, в Америке. Грузская мечта связана опять-таки с другими структурами, с другими силами. И все это порождает такой хаос, порождает обострение противоречий, которое при определенных обстоятельствах может вылиться действительно в очередные серьезные внутриполитические столкновения. И, конечно же, все эти силы внешние, они будут использовать своих, скажем так, агентов влияния внутри Грузии, чтобы как-то продвинуть свои позиции. Как результат, мы будем наблюдать очередные митинги, очередные выступления, бурные, шумные скандалы. Таким образом, сегодняшний брифинг явился важной площадкой обсуждения актуальной проблемы и выражения позиций Республики Южная Осетия. Лена Газаева, Заурустаев, информационный выпуск. Сегодня.